На связи Краткий Капитан. Сегодня я расскажу вам о фильме «Подарок на Рождество». Говард Лэнгстон не вылезает с работы даже в праздники. Он пропускает слишком много памятных событий своего сына и семьи. Вот и сейчас он сидит на телефоне и разговаривает с клиентами, а у Джейми близится сдача на фиолетовый пояс. Сын Говарда занимается каратэ. Говард обещал приехать, однако он выехал с работы слишком поздно. Попал в пробку, решил объехать ее по обочине, и тут его остановил полицейский. В итоге он приехал в школу, когда уже все разошлись. Зато суперправильный отец соседского мальчишки Тед Малтин был здесь и снимал все на камеру. Тед уже давно подбивает клиния к жене Говарда Лиз. Когда Говард приезжает домой, ему приходится постараться, чтобы заслужить прощение Джейми. Он обещает сыну, что подарит ему все, чего тот только пожелает на Рождество. И Джейми рассказывает, как он хочет получить игрушку Турбомена, героя детских фильмов, который сражается с Дементором. Говард убеждает сына, что дело уже сделано, но поговорив с женой, понимает, что на рождественские выходные игрушку этого героя будет не достать. Лиз просила Говарда купить Турбомена еще две недели назад, и он говорит ей, что все уже сделал. Утром Говард очень торопится. Ему надо успеть в магазин за фигуркой Турбомена, а семье он говорит, что едет на работу. Из-за этого Джейми опять расстраивается, ведь отец пропустил в прошлом году праздничное шествие, и в этом году должен быть там. Говарду приходится обещать, что он успеет вернуться, когда начнется шествие. Для Джейми оно очень важно, ведь там будет Турбомен. Супер правильный и все успевающий Тед встречает Говарда снаружи. Он притащил живого оленя для своего сына. У Говарда с души воротит и от оленя, который почему-то его не взлюбил, и особенно от Теда. Узнав, что Говард едет в магазин за Турбоменом, сосед сообщает ему, что давно купил своему сыну игрушку, и она уже лежит под елкой. У магазина игрушек страшная давка. В очереди Говард встречает почтальона по имени Майрон Лараби. Майрону позарез нужен Турбомен, и он на все пойдет, чтобы его раздобыть. Когда обезумевшая толпа врывается в супермаркет и сносит с полок все товары, Говард и Майрон нападают на консультантов с вопросами о Турбомене. Но те принимаются потешаться над нерадивыми папашами. Ищут Турбомена! Тогда Говард включает режим Терминатора и заставляет консультантов рассказать, кому те продали последнюю фигурку Турбомена. Оказывается, ее забрала какая-то леди. Говард пытается догнать ее, но у него ничего не получается. Тогда он отправляется на поиски заветной игрушки. Однако в каждом новом магазине над ним только смеются. Пока Говард отсутствовал, Тед с сыном пришел в гости к Лис и принялся ее обхаживать. А когда позвонил Говард, чтобы поговорить с женой, трубку взял Тед и еще больше разозлил Говарда. А ну брось печенье! Быстро! На улице тот встречает Майрона. Он тоже обзванивал магазины в поисках Турбомена. Майрон предлагает объединиться и вместе искать игрушку. Однако Говард отказывается, чем сильно обижает почтальона. Тут они слышат, что в одном магазине появился Турбомен и несутся, сломя голову туда. В торговом центре выясняется, что фигурку супергероя будут разыгрывать в лотерее. А стоить она будет в три раза дороже обычной. Толпе покупателей пытаются раздать шарики с номерами. Но люди напирают и консультанты магазина просто бросают шарики в толпу. Говард включает режим Коммандос и ликвидирует конкурентов одного за другим в попытке добыть себе шарик с номерком. Майрон тоже тут и он снова мешает Говарду. Тому приходится носиться за шариком по всему торговому центру. В итоге шарик ловит маленькая девочка. А когда Говард догоняет ее, на него обрушиваются обозленные мамаши со своими сумочками. Говарду приходится отступить. Тут его подзывают к себе Санта-Клаус со своим эльфом. Он говорит, что у него есть фигурка Турбомена. И даже показывает в качестве подтверждения снимок, сделанный утром. Говард не хочет упускать такую возможность. Санта с эльфом отвозят его на заброшенный склад, где полно Санта-Клаусов и их помощников. Говарду продают игрушку за три сотни долларов. Но когда он решает ее проверить, оказывается, что это дешевая подделка, которая разваливается у него в руках. Санта отказывается возвращать деньги. И тогда Говарду приходится нагрубить ему. Санта-Клаус и подобного не прощают. Они решают отделать нерадивого папашу. Говард уже начал разносить это Санта-Клаусное сборище. Как появилась полиция и все бросились в рассыпную. Чтобы его не арестовали, Говард прикинулся агентом под прикрытием. На обратной дороге у него закончился бензин. Говард притолкал машину к закусочной и зашел выпить кофе и позвонить. Тем временем Тед очаровывает всех соседских мамаш, пытаясь произвести впечатление на Лис. А его сынишка рассказывает Джейми, что папа стал таким, когда развелся с мамой. Джейми боится, что и его родители разведутся. Он бежит домой и тут звонит отец. Говард дает понять, что может не успеть нашествие. Тогда Джейми кричит на него и бросает трубку. Ты никогда не выполняешь свои обещания, никогда не делаешь то, что говоришь. Говард отчаивается. Он думает, что стал совсем никудышным отцом. В закусочной он встречает Майрона. И тот рассказывает, как соседский мальчишка в детстве получил крутую игрушку. И всего добился в жизни. А он не получил и стал почтальоном. Говард понимает, что Джейми может оказаться на месте Майрона. Он пугается и решает, во что бы то ни стало раздобыть Турбомена. По радио сообщают, что они разыграют фигурку Турбомена. Ее получит первый дозвонившийся, если он правильно назовет всех Оленей Санты. Майрон и Говард кидаются к телефону, и первым приходит Говард. Он уже начал называть Оленей, когда Майрон оборвал трубку. Владелец закусочной сообщает, что радиостанция находится неподалеку. И папаши кидаются туда бегом. Чтобы бежать быстрее, Майрон выбрасывает из сумки балласт, письма и посылки. Но он все равно не успевает. Когда в студию врывается Говард с обезумевшими глазами, радиоведущий вызывает полицию. Говард же называет всех Оленей и требует Турбомена. Тут появляется Майрон, достает случайную посылку и говорит, что это бомба. Он хочет заполучить фигурку супергероя. Однако обоих успокаивает радиоведущий. Он говорит, что в студии хранится только сертификат, а саму игрушку им отдадут, когда она появится в магазинах. Приезжает полиция, и Майрон снова проворачивает свой трюк с посылкой. В этот раз в ней действительно оказывается взрывчатка. Но ее хватает только на то, чтобы вырубить одного из полицейских. Это всего лишь рождественский подарок. Говард возвращается к машине и обнаруживает, что от нее остался только корпус. Местные рождественские эльфы разобрали ее на сувениры. Говард вызывает эвакуатор. И когда приезжает домой, видит там Теда. Сосед делает все, чтобы следующий ребенок Лис был похож на него. Говард понимает, что должен пойти на крайние меры. Он вспоминает, что Тед уже купил сыну Турбомена. Он вламывается к нему в дом. Берет из-под елки коробку с игрушкой. Однако довести дело до конца он не может. У Говарда просыпается совесть. Но сделать все правильно ему не дает олень. Завидев Говарда, он кидается в атаку. Загоняет его в дом и устраивает тут беспорядок. Загорается голова рождественской фигурки. Срабатывает пожарная сигнализация. И Говарду приходится вынуть голову наружу. Это видят Лис и Тед. Они застают Говарда за кражи игрушки. Лис не одобряет поступок мужа. Она расстроена и уезжает на праздничное шествие с Тедом и его сыном. После хорошей драки Говард с оленем заправляются пивом. И Говард отправляется на праздничное шествие. Ведь он обещал сыну, что будет там. Отправив ребятишек к их другу, который стоит в толпе с отцом, Лис и Тед остались в машине. Тед принялся соблазнять Лис. Он уверен, что соседка без ума от него. Однако Лис ответила Теду ударом термоса по физиономии. Хватит болтать. На празднике Говарда видит тот самый полицейский, который преследовал его весь день. Это в его руках взорвалась бомба Майрона. Полицейский загоняет его в здание, где готовятся к выходу участники шоу про Турбомена. И Говарда принимают за актера. Его наряжают в костюм Турбомена и отправляют на платформу. Тут Говард узнает, что должен выбрать из толпы случайного ребенка и подарить ему фигурку Турбомена. Говард, конечно же, выбирает Джейми. Малыш счастлив, но тут появляется Дементор. Костюм актера надел Майрон. Он бросается на мальчугана, и тому приходится использовать силу, чтобы скрыться от врага. Джейми забирается на крышу, но Майрон не отстает. В какой-то момент они оба оказываются висящими над улицей. Говард запускает костюм Турбомена и спасает мальчишку. Есть! Майрона же арестовывает полиция. Оказавшись на земле, Говард снимает маску. Лис и Джейми удивлены. Они понимают, что все это время в небе над городом летал Говард. Увидев, как расстроен Майрон, Джейми отдает ему фигурку Турбомена, чтобы тот подарил ее своему сыну. Семейство воссоединилось. Они счастливы и вместе празднуют Рождество. Правда, во всей этой суматохе Говард забыл купить подарок Лис. Это все на сегодня. Подписывайтесь и ставьте лайки, если хотите больше подобных роликов. О-хо-хо-хо-хо-хо!